Об истории родного города детям рассказывают дети. В роли экскурсоводов себя попробовали школьники. Сами продумали маршруты, которые презентовали на фестивале «Новое поколение экскурсоводов». На знакомые места по-новому взглянула и наша съемочная группа. Публичный музей, библиотека, храм Христа Спасителя, каменное здание городского театра, памятник Александру II, противопожарный водопровод. И это далеко не все, что появилось в нашем городе с легкой руки Петра Владимировича Алабина. Общественный деятель российского масштаба. Такое звание он заслужил не словом, а делом. Без его участия не было бы и Самарского знамени, ставшего символом дружбы русского и болгарского народов. Легендарный стяг вышли монахини Иверского монастыря, а потом Петр Алабин лично передал его на Балканы. Кстати, как раз здесь, в святой обители, он и был похоронен. Затем львиная доля кладбища была разграблена и застроена. Над гробными плитами мастили улицы. А вот могила Петра Алабина и памятник на ней чудом уцелели. Об истории родного города и людях, которые ее создавали, детям рассказывают дети. Пишая прогулка по местам, с которыми связан Петр Алабин, это лишь часть обширной программы, которую предлагает фестиваль «Новое поколение экскурсоводов». Вот так как я заинтересована в истории России, мне хотелось узнать больше о истории самого города. А тут такой шанс, в котором мы сможем узнать о истории Самары. И мне сама профессия экскурсовода очень нравится и близка. Поэтому я решила попробовать в роли экскурсовода и провести пешеходную экскурсию. Прежде чем провести экскурсию, участникам нужно было ее презентовать. Отборочный этап состоялся в марте. Конкурс собрал около полусотни студентов и школьников. На суд экспертной комиссии они представили 20 маршрутов, лучшие прошли в финал. Такой экскурсионный марафон проходит в областной столице в третий раз. Для юных краеведов это большой праздник. Мы идем на встречу чемпионата мира в 2018 году. Мы занимаемся здесь с детьми, готовим такое красивое детское, гостеприимное лицо города. Детей, которые не просто любят свой город, но знают и умеют о нем рассказать. В преддверии мундиали дети даже выучили английский и немецкий. Часть экскурсий провели на иностранном языке. В этом году фестиваль даже вышел за пределы города. Были разработаны экскурсии по Волжскому району. Мария Акимова, Михаил Смирнов, Новости губернии.